Итак, зрители, всем привет, с вами как всегда Эмбра, и сейчас я хочу сделать обзор мода Old Europe 1300 для Hearts of Iron 4. Я не буду там вчитываться всякие подробности и тому подобное, потому что это скучно, неинтересно и долго. Я вам покажу просто то, что сейчас мод из себя представляет на данном этапе разработки, его механики, функции и тому подобное. Итак, этот мод переносит нас в мир 1300 года, и вы такие, господи, это просто капец! Ну, во-первых, я не думаю, что многие так отреагируют, потому что моды у нас были и боли, несоответствующие этой игры. Но, я вам хочу сказать так, кто этого еще не понял, поймите, Хойку и остальные игры парадоксов можно изменить так до неузнаваемости, что это будет вообще не похоже на изначальную игру. Поэтому вполне возможно превратить Хойку в игру с механиками для 1300 года и тому подобное. Благодаря модам игры могут сохранять свою актуальность десятилетиями, и поэтому такие моды нужно продвигать, потому что такие вот моды, они особенно отличаются от других, и показывают игру с абсолютно другой стороны. И это просто прекрасно. И я всем советую, у кого есть идеи и энтузиазм, заниматься моддингом, потому что это хорошие навыки, и это просто спасает игру. Ну что ж, давайте-ка без лишних уже слов сразу, собственно, к игре. Порезаем в Европу, видим то, что здесь просто куча стран, но все-таки историческая достоверность. По карте здесь соблюдается даже граница, посмотрите какие красивые, господи, какие же они здесь плавные. Вау. Ладно, насчет карты, чуть-чуть позже, давайте-ка вот сейчас мы сели за Шотландию. В момент начала этого сценария Шотландия воюет с Королевством Англии, но к боевке чуть-чуть попозже. Да, боевка здесь отличается, значительно причем. Давайте-ка перейдем в Королевство Шотландия, и у нас здесь есть две кнопочки, это экономика и сословие. Насчет экономики, тут есть даже подсказки, разработчик добавил подсказки, это просто офигенно. И, кстати, разработчик, он все это сделал один. Команды, многие не могут сделать такой объем работы месяцами, а разработчик один. Ну, некоторые, может, просто даже проще работать одному. Вот текст подсказки, можете прочитать, кому интересно, я сейчас вкратце расскажу. Вот это вот у нас банк. В банк можно ложить деньги, и на них постоянно будет капать процент. То есть потом эту вложенную сумму можно забрать вместе с процентами, вопросов не должно быть. Можно взять займ в 100 монет, и выплачиваться будет 100 дней. Можно провести праздник за 200 монет, и стабильность повысится на 10%. Можно купить частную оружейную фабрику за 300 монет. Можно купить частную мастерскую за 300 монет. Или улучшить владение за 300 монет, это увеличит доход от наших владений. Вот количество мастерских и количество наших регионов. Регионы, стейты, штаты, по-разному это называют. Казна. Это текущие наши деньги, они еще отображаются здесь. Но тут после точки прямо из соты отображаются. Вот это вот наши цеха. Это торгово-ремесленная организация, объединяющая мастеров одной или нескольких схожих профессий. Цеха платит вам налоги, деньгами или частью производимого товара. Количество цехов в вашем государстве будет расти или уменьшаться в зависимости от различных факторов. То есть со временем цеха у нас будут появляться в государстве. Их количество будет просто расти, либо же уменьшаться, в зависимости от различных факторов. Ну их еще можно как бы встроить самому. Один цех стоит 10 монет. Цеха платит нам деньгами. Это все идет в казну. Либо же платят нам частью производимого товара. Если выбрать, чтобы они наплатили производимым товаром, то наше производство, оно увеличится. Вот допустим сейчас... Так, подсказочку надо убрать. Допустим сейчас у нас производство 5,69 в день. 5,80, он так чуть-чуть растет. Давайте-ка сейчас мы потребуем, чтобы нам платили товаром. 5,80, 6,24. Внизу появляется... Сейчас там совсем чуть-чуть. 4,5%. То есть толком-то она никак-то не отразилась. Но в будущем, когда ты уже будешь становиться большим государством, процент, конечно, будет становиться больше. В данном случае пусть пока нам деньги дают. Внизу. У нас есть инвестиции в строительство, армию, производство или судостроение. Тут можно указывать проценты. Здесь по единичке или здесь по десятке. Указывайте вы в процентах инвестиций. Но вот количество отправляемых туда денег будет зависеть от вот этих вот факторов. Допустим, сейчас у нас 4 оружейных. Будь у нас там их 10, мы бы, ну, за эти же 10% отправляли бы туда больше денег. Давайте-ка сейчас поставлю прям сотню. Да, съезд это, конечно, сколько? Одну монетку в день съела. Ну, 4 это как бы мало. Ну, единичку за 4 многовато. Хотя мы сотку-то отдаем. Давайте-ка сюда вот посмотрим. И здесь инвестиции производства плюс 100% уже добавились. То есть таким вот образом можно разогнать производство. Но тебе же ведь нужно еще сюда ставить строительство. Но если ты не строишь, в принципе, можно не ставить это, хотя обычно это всегда что-то строишь. Ну, допустим, 10. Здесь зависит от количества отрядов. У нас сейчас их 6. Но отряды, полки, дивизии мы их назвать не будем, чтобы уже не путаться, потому что все-таки этот мод кардинально все меняет. Здесь дивизиями их не назовешь. Судостроение, допустим, мы этим не занимаемся. И вот сейчас у нас упало до двух монеток. Вроде неплохо для ванильной хойки, но тут куча всяких вот законов, советников нужно назначить. Есть куча способов потратить эти деньги. Поэтому 2 в день это маловато. Плюс мы еще не взяли фокус. Давайте возьмем фокусы. Единичка в день. Поэтому тут, конечно, лучше не разгоняться. Сословие. О, вот это тоже интересненький момент. У нас здесь есть дворяне, крестьяне, духовенство, ремесленники или торговцы. Тоже можете почитать. Опять проблема в ваше сядельство? Да, не сый, дедок, ща я все объясню. Так, дворяне. Мы можем создать совет. Это, кстати, механички из хойки, нам уже знакомые. Можно повысить отношения с дворяне на 20. И будет добавлена идея. Созван совет на 300 дней. Собрать дополнительный налог. Отношения изменятся на 10, но казна увеличится на 160. Либо же людские ресурсы плюс 1000. Количество вот этих вот бонусов зависит от количества регионов в вашей стране. То есть, допустим, если мы захватим Северную Англию, мы будем получать уже не 1000, но, допустим, 1100. Вот как-то вот так. То есть значения динамические. Если вот это дело будет падать, опуститься ниже 20, то ждите восстания. Вот, допустим, если дворяне упадут меньше 20, то может вспыхнуть восстание. А если вот крестьяне, то полномасштабная гражданская война. Тут можно провести ярмарку. Тут мы отдаем 300 монет. Здесь получаем отношения, отдаем 200 монет. Получаем отношения, строим 10 цехов, но отдаем еще 300 монет. Тут портим отношения с дворянами, отдаем 100 монет. Но можно у крестьян потребовать людские ресурсы, либо же поддержку войны. У духовенства деньги потребовать. Либо же отдать 1000 монет и получить одну ячейку. Исследований. Вот это, кстати, неплохой момент. Сюда даже реально нужно будет стремиться. Одна ячейка, это круто. Но 1000 монет, в принципе, можно накопить и постараться, конечно. Вот у ремесленников можно потребовать 3000 единиц пехотного снаряжения, но отношения с портятся на 15%. Либо же одну инфраструктуру в случайном регионе. Ну, кстати, такой себе, на самом деле. У торговцев можно потребовать деньги, как ни странно. И счет в банке. Можно увеличить на 50. В политике государства можно увидеть статус государства, основные законы, второстепенные законы и советников. По-быстрому сейчас просто это все дело просмотрим. Здесь, в титул правителя. Либо герцог, граф, король, либо же император. Бонусы также меняются. Но здесь есть один важный момент. Как же нам перепрыгнуть? Или же не упасть? Смотрите. Стран под контролем больше 14. Страны, это пока ошибка локализации. Хойка в свои 5 копеек вставила. Страны имеются в виду, регионы, стейты, штаты. Вот. То есть, допустим, если мы захватим 14 регионов, вот в регионе, вот этот вот я выделил, вот это вот провинция, вот это все регионы, кто не в курсе. Вот. 14 таких мы имеем, все. Император. Эпидемии у нас, к счастью, сейчас нет, но они могут прийти. Та же чума, посмотрите, как сильно скашивает население. 50% умирает. Ежемесячно. Лицкие ресурсы еще минус 3000. Господи. Та жопа. Эпидемия сифилис? Господи. Западный Европейский культурная группа. Самая развитая вообще. Феодализм у нас сейчас. Тоже все это можно менять. Займов нет. Здесь можно выбрать пульс, допустим. Путь кочевника и преобразоваться в кочевник. Ну это, конечно, уже бред. Хотя, почему нет? Изоляция отсутствует. Изоляция, кстати, я не могу понять, правда, в каком это понятии. В Corsair Kings 2 ты изолируешься, допустим, от эпидемии. А здесь? Я не знаю, кстати. Привез население при 5%. Надо будет спросить. Возможно, нет эпидемии. Чего-то другого. В то время, знаете, можно было изолироваться по множеству причин. Не банкрот. Ох, круто. Закон о призыве. Один мужик из 20 идет в армию. Каждый пятый готов к бою. Один из десяти. Выборочный рекрутинг. Это прям отбираем лучших. Из-за этого у нас модификаторы имеются. Или половины мужчин-воины. Ну, это там для каких-нибудь кочевников вообще с их стилем жизни подходит. Католичество у нас сейчас. Все здесь религии, они имеют бонусы. У нас католичество. Мы теряем деньги. Дай. Мы теряем деньги. А вот папа становится богаче. Строй быстрее оружейные мастерские. Дальше у нас сейчас низкие налоги стоят. Они с самого начала, так понимаю, у всех прописаны низкие. Вроде как. Потом просто можно повышать их. Ограниченная торговля на этой звонила, перекочевала сюда. Отсутствие поддержки. Это поддержка у нас ученых. Можно отдавать им деньги. Ух, 200 монет. Ну, темпы исследования плюс 5. У нас это хорошо. Еще ты еще 600 отдаешь, а потом 200 теряешь процентов. Обычное качество. Если вот, допустим, у вас просто не хватает прям конкретно оружия, можно пожертвовать его качеством. И на 20% объем производства увеличится. Либо же взять высокое. Если у тебя прям куча, ты можешь просто повысить качество. И атаку защиты поднять. Централизация государства. Централизация это то, как территорий зависит от столицы. При максимальной централизации это уже прям полный контроль над территориями государства. И бонусы, конечно, соответствующие. Дальше у нас устные указы. Ну, устные указы, это, конечно, хоть и частенько применяются, но надо все-таки двигаться дальше. Можно взять статут, письменные указы, либо же отсутствие вообще законодательства. Ну, это прям для племен, может быть, для кочевников. Статут самое четкое законодательство. Бонусы хорошие. Но при этом там фабрик, кстати, много приходится отдавать. Второстепенные законы это количество драгоценных металлов в монетах. При высоком содержании мы, собственно, теряем деньги, но получаем стабильность. Если же низкое содержание, то деньги растут, стабильность падает. Маленькие пошлины у нас сейчас. Продажа земель запрещена, здесь можно покупать земли. То есть, допустим, какие-нибудь там торговые республики, города, да, они могут накопить большую сумму и просто попросить у кого-то землю. Замы какой-нибудь там купителя, город. А почему нет? Вдруг там кризис у государства и спасение вот в виде тебя придет. Дальше народная медицина, можно потом повышать просто эту самую медицину, но деньги при этом будут уходить стремительно. Низкий уровень коррупции, неплохо. Можно высокий, но вряд ли кто-то это брать будет. Скорее всего, это приходит через ивенты и тому подобное. Также еще и сословия по-любому на все это влияют. Вне составе Священной Римской Империи. Сама механика, кстати, Священной Римской Империи, я в подробности не удавался, но, насколько я знаю, разработчик там хорошо придумал. Но вот пока, допустим, даже если ты воюешь со Сри, то у тебя это отмечается здесь в законах. Император там хороший бонус получает, но император, вот сейчас это у нас Австрия, она гарантирует все вот эти вот государства. Нападают на кого-то, все, Австрия сразу вникает. Но при этом они внутри Священной Римской Империи могут воевать. Портрет нет. Разработчик сделал так, что если, типа, портретов у страны нет, то ставится какой-то рандомный. Это лучше, чем вообще его отсутствие, на самом деле. Вот, то есть между собой они могут воевать. Все правильно. Дальше. Низкий приоритет добычи ресурсов. Можно повышать, и, собственно, ресурсы будут расти, но деньги будут уходить. Влияние религии. Религиозное население. Нерелигиозный защитник веры. Либо же религиозный фанатизм. Воу. Тоже соответствующие бонусы, либо же минусы. Каждый под свой стиль игры уже выбирает, нужно ему что-то из этого или нет. По советникам, если пробегусь просто мышкой, можете посмотреть, все они требуют денег в виде зарплаты. Но и дают они иногда очень стоящий бонус. Вот, допустим, казначей. Как мне кажется, его нужно стараться взять как можно быстрее, потому что отдаете 300 монет, но потом в будущем, с учетом его бонуса, вы его окупите, и потом еще уйдете в плюс. То есть это считаете просто инвестиции. По стройкам. У нас есть оружейные, мастерские, есть библиотека. В этом здании люди могут изучать различные науки, что-то особо с ускорением исследований. Деньги отдаем, темпы следы не повышаются. Лесопилка. Можно увеличить количество дерева. Деньги опять уходят. Ткацкая мастерская. Получаем ткань, деньги уходят. Храм. Вот храм нам приносит деньги. Ну и стоит он 6000 строительных очков. Тренировочный лагерь. Это здание используется для тренировки новобранцевых солдат. Также здесь обучаются ополченцы и люди, ищущие приключений. Это способствует притоку населения в армии. Деньги отдаем, получаем военнообязанную немного, и минимальный уровень обучения солдат падает. То есть они быстрее становятся обученными. И доки. Также есть еще торговый порт, в первую очередь предназначенный для торговли. И тем самым он приносит нам доход. По ресурсам здесь есть рабы, золото, древесина, медь, сталь, ткань. Рабы, кстати, используются как топливо. Золото же приносит нам деньги. Вот покупка и продажа золота. И золото добычи также еще имеется. Собственно, покупка и продажа еще ресурсов тоже приносит деньги. Здесь очень много модификаторов, завязанных именно на деньгах. И они играют здесь очень большую роль. Итак, мы здесь помним то, что идет война у нас. Как вообще воевать в этом моде? Здесь есть линии фронта, как в ванилке и других модах, но они здесь уже не такие уж и значимые. По войскам. Сейчас они имеют очень много организации. И здесь в бою в первую очередь тратится именно не организация, а снаряжение. Потому что бои в этом году и в 20 веке отличаются просто кардинально. Там сражаются наши дивизии месяцами. Здесь бой может максимум месяц длиться, обычно это может там недельки-две. Пока все люди не умрут, либо же пока просто снаряжение не закончится. Здесь также отступать, собственно, сложнее, чем в ванилке. Там ты отступил, все, убежал. Здесь тебя будут поливать луком стрел, догонять конницы и тому подобное. То есть отступить здесь сложно. Допустим, нам нужно здесь пробиться, атаковать. Мы, правда, будем прямо сейчас в горы, но давайте попробуем. Также эта двоечка нам будет здесь помогать. Смотрите по показателям. Организация тратится мед... Ух ты, все, мы пробили, лол. Хорошо. Организация тратится медленно, мы видели то, что стремительно пошло вниз у нас снаряжение. И, кстати, организация из-за своего объема также повышается долго. То есть здесь войскам нужно еще и дольше отдыхать. Ох, тут прям можно котел навернуть. Но давайте-ка я вам для вида просто покажу, смотрим, как быстро они истощаются. Но при этом и бой длится вполне себе быстро. Вот давайте один на один сейчас подеремся. Здесь мы убиваемся. Она хорошо, кстати, выкрепилась. Мы еще через реку атакуем. Видите, организация и снаряжение. Все, пустая дивизия. Поздравляю, ты не уследил. Хойки, ты там оп-оп, все, отменил. Оп, красиво. Там не заметил, что дивизия убилась. Да и пофиг ней. Здесь ты потерял себе дивизию. Теперь пусть она восстанавливает себе организацию и снаряжение. Благо сейчас снаряги у нас много. Минус 3400, да. На каждого человека нужен меч. А не как в Хойке, там одна винтовка на 10 человек. То есть тут и по производству вроде 100% мы там проинвестировали, но при этом мечи будут просто уходить моментально. Также здесь по видам войск, вот исследование, здесь есть копейщики. Вот это все дело, оно пока не особо проработано, вид войск. Но я пока могу сказать то, что копья будут стоить дешевле, чем мечи. Но при этом они слабее, чем мечи. Но они имеют противотанковую атаку хорошую, в отличие от мечей. Но копья, ну здесь конечно их противотанковая атака даже меньше, чем у мечей. Но разработчик сообщил о том, что копья, у них тут, я так понимаю, будет бронебойность, противотанковая атака хорошая, лучше, чем мечей. А конница будет считаться что-то типа танка, бронированная машина. И то есть копья будут больше наносить урона конницы, чем обычные мечи. Но при этом конница считается самым сильным видом здесь войск. Также здесь имеются еще и орудия. Особо на это не смотрим. Мод вообще планирует выйти где-то весной. Вот, поэтому, ну и моменты еще остались недоработаны. Но при этом он сейчас играбельный. И скоро мы сделаем по нему прохождение. Артиллерия также есть. Танки, ну на них не смотрим. Поддержка тоже не проработана, как собственно и флот. Технологии тоже нет. А вот уже производство, оно переделано. Видим здесь иконки другие. Также добавлено два новых пункта. Обработка ресурсов и процессинг индустрии. Тоже пока картинки нет, локализации нет. Но видно, какие модификаторы он нам дает. По решениям здесь есть гигантская армия. Это у нас задание. Накопить 200 тысяч солдат в наших дивизиях. Получаем 300 монет. Развитая экономика. Фабрик больше 50. Получаем базу прирост стабильности плюс 20. Войных заводах больше 50. Поддержка войны. И больше чем 20 ежедневный прирост политической власти. А, то есть это доход больше чем 20 монеток в день. Казна плюс 300. Накопить 20 монеток в день, это конечно нужно постараться. Хотя можно все свернуть, наверное. Взять это задание, выполнить его просто. И потом все раскрыть. Но все равно накопить 20, это нужно постараться. Так сразу ты этого не сделаешь. Создать Великобританию. У некоторых стран здесь есть решение сформировать большую страну. Допустим Великобританию. Какую-нибудь там Русь. Хотя Русь не знаю, я не смотрел. Ну что-то типа такого здесь точно можно сформировать. Россия там, там подобное. Покупка оружия. Можно мечи купить. Наемников нанять. 15 тысяч людских ресурсов за 300 монет. Либо же можно мечи просто брать и продавать. Также этот мод наполнен очень интересными ивентами. Как допустим том же Курсеркинс 2. Много различных событий, ивентов. И причем есть даже пасхалки. Особенно в Ацтеках. Там интересны очень есть моменты. И кстати они исторические. Но шанс появления такого вот он очень маленький. Поэтому только самые удачливые на такое напрутся. Пока не у многих стран есть фокусы. Допустим есть у Золотой Орды, у Самов, у Литвы, Великого Княжества. Папская область, Франция, Юань. Тунгусы кстати это уже много на самом деле. У некоторых модов тоже меньше фокус. Ацтеки. Вот. Еще богемия есть. Ну возможно еще что-то упустил. Скорее всего да. Сами фокусы по себе интересные. То есть у них есть исторический путь, а есть не исторический. То есть допустим у Ацтеков можно сделать Сансет Инвейшн прямо в Европку. Крусеркинс 2. Знаем это да? Интересно. Можно сделать папу язычником втихаря. Опять же почему бы и нет. В том же Крусеркинс 2 можно втихаря исповедовать какую-то другую религию. В реальности это вполне возможно было в истории. А потом просто взять и раскрыться, когда ты уже обратил Европу. Взять и раскрыться и со своими союзничками новыми уже не втихаря действовать. А собственно пойти да обращать все. Религию даже там у папы можно выбрать какую исповедовать скрытно. Пока что скрытно. Потом ты конечно папа юритик и все такое. Балтийское, славянское, финское язычество, германское язычество. Скромненько. Ну а больше и не надо. Также насчет священных орденов. Вот так вот они выглядят на карте. Да вы их заметили наверное. Что это за прыщички? Вот это вот у нас орден тамплиеров. Здесь есть у нас ордена. Конечно я бы порекомендовал разработчику сделать поменьше провинции с ними. Потому что так да, так видно где какой орден. Но тем не менее это сильно портит политическую карту. Не прям конечно критично. Но не кажется что красивее было бы разделить допустим пополам эту провку. И сделать вот такую небольшую. И в принципе видно будет задалека. И понятно что это орден. Также орден можно сформировать свой. Вот у Литвы она у нас исповедует балтийское язычество, ромово. И можно взять и забацать себе орден. Либо же просто сменить религию. Я считаю что у этого мода просто отличное будущее. У разработчика еще есть много времени чтобы его проработать. И действительно в это интересно играть. За любого минора, хоть он не имеет уникальных фокусов. А они похожи на фокусы всех остальных миноров. Все равно интересно играть из-за того что куча механик. И все равно. Тут ты просто про фокусы эти забываешь. Ты играешь используя другие механики и тебе интересно. Потому что за каждую страну все равно геймплей отличается. Из исполнения можно играть за минора. И это просто офигенно. Поэтому я желаю разработчику удачи. Ну а вы следите за новостями в его группе. Также в нашей группе по ссылке в описании. Ну а я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Скачивайте моды на русском языке из нашей группы вконтакте. Пишите там вопросы на стене или просто делитесь интересными моментами. Также если я что-то забыл я напишу об этом в комментариях. Ну что ж, с вами был Эмбра. Спасибо большое за просмотр. А и проверяйте обязательно колокольчики. Чтобы не пропускали новые видео. До встречи.